В любом случае, суд расставит все по своим местам. У вас таких дел еще не было, да? Да. У вас таких дел подобных не было еще, наверное. Знаете, в силу закона я не могу даже разглашать, какие у меня были дела, потому что это есть предмет адвокатской тайны. А можно чуть-чуть уточнить, то есть вы какие-то сейчас, когда дайте, будете подавать? Есть определенная тактика защиты, она, безусловно, будет реализована. Есть претензии ко мне, что я не компенсировал живым лосем. Это озвучила представитель прокуратуры. Не комитет озвучил. Комитет не озвучил. Комитет по охоте и рыболовству это не озвучивал. Это озвучивает обвинения в конкуратуру, и она вновь на этом озвучила. Ну, понимая это, и изначально, я принимал меры, чтобы его привезти. Он есть. Он здесь в Иркутске? Он в Иркутске области сейчас? Да, в Иркутске. А куда везти? Я же его привезу, а куда дальше? Это так я могу, так сказать, аллегорически посмеяться, улыбнуться, я привезу под окно. Ну, зачем? Смысла-то нет. То есть, если не будет документ, дорожная карта, как он принимается, куда его привезти? Кто примет? Значит, корма ему нужна, какая-то еще доплата нужна или что-то. То есть, там условия ветеринарии есть, он должен там проверить его все. То есть, это целая процедура. Я готов ее пройти. Я сделаю такое заявление в комитет. Может быть, комитет, он и сейчас сказал, мне не нужен. Может, и на второе письмо. Я вчера приходил, вот так, у него, кстати, для ограждения был, хотел поздравить. Вот, и зайти и сказать, ну, ты, либо скажи, нам лось не нужен живой. Я тогда прокурору скажу, вот видите, ну, не нужен лось потерпевшей стороне. Чего вы его мне, как обвинение, предъявляете? Либо скажи, я его беру, привози, допустим, вот в такое-то хозяйство, там его заберут. Ответственный тот-то, примите, от рашки лось. Все, мне нужно либо то, либо другое. Я и на то, и на другое согласен и выполню эти условия. Олег Федорович, последний вопрос. Вы вот сказали, что на пятый день уже пришли к Бастрекину, правильно? У меня просто в голове не укладывается. А вы же сами записывали видео, где отрисали все. Я записывал видео после того, как отказал к применению Бастрекину, он меня не принял. Я обратился к прокурору, он меня тоже не принял. И перед тем, как было заседание Государственной Думы, где они вышли с предложением снять смену предстоятельности, и тогда я понял, что в обычном порядке они не хотят выслушать меня, мои показания взять. Ну, я записал видео, где я полностью описал то, что было. Я там ничего не отрицал. Эти же записи, эти же показания прошли все допросы, и я от них не отклонялся. Я нигде никогда не отрицал. Официально нигде не отрицал своих заявлений. А у вас, получается, охотничий билет еще остался, правильно? То есть его не лишали? Или как? Нет, ничего пока не лишили. И охотничий билет у меня здесь, и все остальное. Это только решение суда может запретить не охотиться, либо изъять оружие, либо так сказать. Но лишить охотничего самого билета, это может само охотхозяйство. Но вы после этого случая не были на охоте, получается, не охотитесь? Да ну зачем? Ну что, я сумасшедший еще. Я похож на него. Нет, наверное. Ну зачем? В душе я, да, охотник. В душе я спортсмен, я альпинист, я, так сказать, занимаюсь спортом. Ну так же я и занимался охотой. Это мое, как бы, ну кто говорит, хобби. Мне это нравится, я сам охотник. Вы признаетесь вообще, что, ну что было, что вы сделали или нет все-таки? То, что я стрелял, я это признался сразу, да, что я стрелял. Я сказал, что я был убежден, и до сих пор убежден, что охота была разрешена, что документы были у организатора, и они всегда были у организатора. Если поспрашиваете один на один без камеры у охотники, который в таких ситуациях вот так же ездит, все так же ездят. И я так ездил. Просто когда забивали какого-то зверя, животное, тогда организатор оформлял все документы. Ну это же лес, поэтому здесь ничего такого нет. Поэтому я сразу об этом сказал, и на сегодняшний день так же говорю, что это так и было. Ну а что мне лукавить? Ну что мне срывать? Ребят, ну вы что, думаете, что у депутата Госдумы не нашлось 20 тысяч рублей, чтобы купить эту путевку? Ну это же смешно. Просто смешно. И никаких нюансов не было. Другой вопрос. Почему это случилось именно вот сейчас так? Я не знаю. Сговоры это, спецоперация была. Но по факту оказалось, что после того, как был застрелен Лосинь, оказалось документом. Это факт, я его признаю. Он есть. И конечно, под документом, если брать, вот, ну, есть инструкция, да, если любят, там, пользуемся телевизором, электроникой, есть инструкция, да. Вот если по закону, нормативным актам, по документам, по охоту, да, я должен был взять бумажку, на зуб посмотреть, годы ли не годен, какой, расписаться, на стрельну, чтобы бумажка была рядом, чтобы организатор был рядом и так далее. Это все да. И здесь, конечно, с точки зрения закона я нарушил. Есть нарушение нормативного, но по факту, по факту, заверению организатора, что документы есть, все разрешения есть, охота открыта, можно стрелять, по факту это было вот так. Что от сегодняшнего процесса ожидаетесь? Нет, ну, процесс начнется, ожидаю. Я ожидаю все-таки, я на суде сегодня хочу сказать то, что вот сегодня вы, если у вас претензии есть по лосе, возьмите этого лосе, он есть. Либо комитет пусть возьмет, либо откажитесь и уберите эти претензии. Завершить дело и заниматься делами. Я принял для себя решение, что с охоты завязал, как это сказать, то есть я на охоту выезжать больше не буду. Я все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу, значит, закрыл разрешение на хранение оружия, у меня нет уже ни разрешения, ничего. Для себя я решил, что этим видом, так сказать, спорта, как охота, я заниматься больше не буду. Больше не буду. Ну, много пережить. Огромный стресс, просто огромный стресс. И на этом фоне идти туда и охотиться нет. Благотворительностью заниматься буду. Помогать развитию животному миру буду помогать. Значит, если где-то погулять, походить по лесу, посмотреть на животный мир, буду точно. Но ружье, чтобы отстрелить, уже ни сердце, ни душа не лежит. Этим заниматься не буду.